Проект подготовлен Департаментом общественной безопасности Пермского края. Знать, чтобы жить. Слово «экстремизм» происходит от «экстримус», что в переводе с латыни означает «крайний». Экстремизм сегодня все более грозно заявляет о себе, нарушая важнейшие права человека на жизнь, свободу, безопасность. Он становится одной из важнейших проблем современного мира, что вызывает особые опасения в век высоких технологий. Для многонациональной и поликонфессиональной России экстремизм, паразитирующий в том числе на религиозных и этнических основаниях, особенно опасен. Мир хрупок, и в этом мы убедились уже давно. Смутное время конца 80-х годов породило это уродливое явление – терроризм. Все помнят прекрасно захваты самолетов в 80-е годы, когда прошла целая серия таких захватов. И поэтому вот те первые террористы 80-х годов, они были и экстремистами-то по своему собственному убеждению. То есть их маленькая экстремистская теория, которая толкала их на совершение страшных преступлений, она оставалась вместе с ними. И в лучшем случае ее слышал суд. С появлением новых доступных средств массовой коммуникации, экстремисты получили возможность вербовать сторонников по всему миру. Радикальные идеи разлетаются по свету, как ветер. Когда человека призывают к чему-то доброму, светлому и хорошему, ему иногда нужно сделать на собой усилия, чтобы это доброе, светлое и хорошее осуществить. А вот самое неприятное, что когда человека призывают к чему-то низменному, есть люди, которым очень легко перешагнуть грань и перейти от слов к делу. Те, кто не с нами, тот против нас. Такой подход у запрещенного на территории России движения ИГИЛ. Несмотря на то, что Прикамье не входит в число регионов страны, где возможны проявления экстремизма, а уровень межконфессиональной напряженности сведен практически до нуля, ошибкой будет полагать, что у нас нет приверженцев экстремистской идеологии. Мы не должны заниматься самоуспокоением, ни в коем случае. Деятельность, опять мы возвращаемся к исламскому государству. Почему мы к нему будем возвращаться? Потому что она, знаете, очень хорошая иллюстрация. И в первую очередь иллюстрация того, насколько представители вот этого огромного экстремистского сообщества креативны в своих действиях. Форма подачи информации и поиска сторонников изменилась буквально за несколько лет. Сегодня экстремисты выпускают высококачественные пропагандирующие текстовые, графические, аудио- и видеопродукты. Главная цель – повлиять на психологию человека. Как минимум, запугать и подавить волю, либо привлечь в свои ряды. Наша задача – проявить бдительность и вовремя распознать угрозу. Предупрежден – значит вооружен. Знать, как проявляет себя экстремист, должен каждый. Главное – внимательность. Крайние идеи меняют людей. Это уже другая манера общения, интересы, образ жизни. В группе риска, в первую очередь, девушки и молодые люди. Но если есть яд, должно быть и противоядие. И это – консенсус общества. Самое главное – отнестись к этой информации серьезно. Важно знать, если знакомый вам человек встал на путь экстремизма, не надо с ним спорить, переубеждать. Это может быть опасно. Нужно незамедлительно сообщить о своих подозрениях в правоохранительные органы. Анонимность гарантирована. Проект подготовлен Департаментом общественной безопасности Пермского края.